Друзья, сегодня для большинства людей любимый день. Мы с вами будем прокачивать грудные мышцы. Будем гипертрофировать окислительные мышечные волокна в грудных мышцах за счет гиперплазии миофибрилов и волокна. Для меня это самая лучшая тренировка в бодибилдерском стиле. Я не понимаю, когда люди говорят, что статодинамика, что тренинг на окислительные мышечные волокна не работает. Это, друзья, чушь. Это говорит только о том, что люди не умеют грамотно тренироваться именно в билдерском стиле. Физкульт-привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. На прошлой неделе мы с вами потренировали по науке гликолитические мышечные волокна. Кто не видел, обязательно посмотрите. Но давайте коротко напомним, что мы с вами делали и как разбивали по мышечным группам по дням. Это тоже очень важно, как компоновать свои тренировки. Мы с вами видели ролики на дельты и... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ноги! Сегодня мы начинаем тренировать окислительные мышечные волокна. Для меня это самая лучшая тренировка в бодибилдерском стиле. Я не понимаю, когда люди говорят, что статодинамика, что тренинг на окислительные мышечные волокна не работает. Это, друзья, чушь. Это говорит только о том, что люди не умеют грамотно тренироваться именно в билдерском стиле. Для меня это самый тяжелый вид тренинга. Для меня это ментальная концентрация полная. Сумасшедший памп, преодоление себя, именно ощущение сжения в работающей мышце в каждой мышечной группе, которую бы вы не прокачивали. Если вы не чувствуете этого, значит, вы что-то делаете неправильно. В чем отличие тренинга на гипертрофию окислительных мышечных волокон за счет гиперплазии миофибрил от гликолитического? Во-первых, отличие в амплитуде движения. Если в гликолитических волокнах, когда мы работаем, мы используем полную амплитуду, то в окислительном тренинге нам крайне необходимо обязательно использовать укороченную амплитуду. И желательно работать в самом ее тяжелом участке. Для того, чтобы затруднить отток крови от работающей мышцы. Все равно кровь будет приходить и уходить. Но благодаря такому тренингу закисление будет происходить гораздо быстрее. Еще один научный подтвержденный факт. Окислительные мышечные волокна способны к гипертрофии ровно настолько же, на такой же процент, как и гликолитические. И когда вам говорят, что можно не тренировать окислительные мышечные волокна, это полная глупость. Во-первых, вы будете выглядеть меньше. Во-вторых, что самое главное, я считаю, в тренинге для любого, и для натурала, и для использующего фармакологию. Это периодизация. Естественно, друзья, к такому тренингу нужно переходить уже после того, как вы освоили технику. Но что самое главное, когда достигли определенных силовых показателей. И парни, и девушки, вы знаете, что вышли в свет две мои книги, отдельно для парней, отдельно для девчонок, где есть пошагово, практически на два года, расписано все. Как что делать, силовые тесты, каких силовых показателей нужно достичь для того, чтобы переходить со ступени на ступень. Кто не хочет, кто экономит покупать эти книги, может зайти на мой сайт hmgym.ru и совершенно бесплатно ознакомиться со статьями, ступеней. В книге просто собрано очень много интересной информации, вся она собрана в одном месте. Ну что же, давайте перейдем к тренингу. Вы все уже прекрасно знаете, что над окислительным мышечным волокном нужно работать, придерживаясь следующих параметров. Выполнять упражнения сериями. Каждая серия состоит из трех подходов, в которых мы 30 секунд работаем, 30 секунд отдыхаем. 30 секунд работаем, 30 секунд отдыхаем. 30 секунд работаем и снова 30 секунд отдыхаем. Очень важно подобрать такой вес, желательно 30-35 процентов от вашего разового максимума, когда вы будете чувствовать закисление, другими словами, сжение в работающих мышцах, сегодня это в грудных, на последних секундах каждого подхода. Но основное сжение, нестерпимое сжение, которое будет вызывать отказ, из-за этого сжения вы должны просто прекращать выполнять движение, должна приходиться на последний подход серии, то есть на каждый третий подход. Между сериями на одну и ту же мышечную группу нужно отдыхать 5-10 минут. Я сегодня отдыхал примерно 5-7 минут. Начал я с жима лежа. Работаем мы с вами в ограниченной амплитуде, в самом ее тяжелом участке. Обычно это середина амплитуды. Немножечко опускаемся вниз, немножечко поднимаемся вверх. При этом темп выполнения упражнений в каждом упражнении, в каждом подходе медленный. Примерно 3-4 секунды опускаем, 3-4 секунды поднимаем вес. Это в идеале. И, друзья, обращайте особое внимание на ощущения в работающих мышцах. Данный вид тренинга как раз-таки позволяет нам с вами работать в бодибилдерском стиле. О чем я говорю? Когда мы делаем жим лежа, то плечевые кости должны расходиться четко параллельно друг к другу. В другое время, когда мы работаем с вами на гипертрофию гликолитических мышечных волокон, когда мы с вами работаем на 3-5 повторений, такое положение рук я вам не рекомендую. Во-первых, можно травмировать сустав, легче травмировать саму мышцу. Но самое главное, вы не покажете тот силовой результат, который покажете, когда будут ваши плечевые кости находиться немножечко ближе к корпусу. У кого как, каждый находите для себя самое удобное положение. Это в первую очередь важно для здоровья суставов. А во-вторых, вы будете иметь возможность показать больший результат, большее количество повторений, поработать с большим весом. Про гликолитические мышечные волокна у нас уже снята целая неделя. Продолжаем тренировать грудные в окислительном режиме. После жима лежа я отдыхаю 5-7 минут и выполняю серию для верха грудных мышц в тренажере Хаммер. То же самое. 30 секунд под нагрузкой, 30 секунд отдыхаю. 30 секунд под нагрузкой, 30 секунд отдыхаю. 30 секунд под нагрузкой, 30 секунд отдыхаю. Я все подробно стараюсь так рассказывать, потому что многие люди будут с нуля делать такие тренировки. С нуля в смысле не придут в зал и сразу же начнут так тренироваться. Так не нужно тренироваться. Как тренироваться правильно, придя в тренажерный зал, у меня есть книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Где все расписано примерно на 2 года. По шагово, по ступеням, когда вы должны достигнуть определенных силовых показателей. На каждой ступени свои силовые нормативы. Достигнув которые, вы переходите на следующий уровень. И после достижения определенных силовых нормативов, построив силовой фундамент, вы переходите уже на тренинг по периодизации. Прорабатывая отдельно гликолитическое мышечное волокно, отдельно окислительное. Закончили с наклонным хамером наверх грудных. Отдохнули. Можно прокачать пресс. Можно покачать голень. Можно просто походить или покрутить педали велоэргометра. Самое главное не сидеть и тем более не лежать, как это многие любят. Следующее, это будут жимы в тренажере Хаймер на низ грудной мышцы. То же самое, серия из трех подходиков. 30 секунд под нагрузкой, 30 секунд отдыхаем. Хочу заметить, что данный тренажер один из любимых моих для грудных мышц, потому что анатомия биомеханика движения настолько четко попадает в грудную мышцу, что чувствую я ее просто прекрасно превосходно. Ну что, друзья, вот такая тренировка из трех серий на грудные мышцы будет для большинства людей достаточной. Особенно, если вы только начинаете тренироваться по периодизации, включая тренинг на окислительные, на гликолитические мышечные волокна. Но с темпом роста вашей практики вы будете добавлять четвертую и пятую серию. Я сделал сегодня пять таких серий. Две серии я сделал в тренажере Хаймер на наклонной для грудных и две серии для тренажера в Хаймере на низ грудных. Плюс одна серия жима лежа, получается пять серий. В итоге получается 15 рабочих подходов на одну мышечную группу. Кто-то скажет, что это много. Да, действительно, повторюсь, для новичка в периодизации это будет много. Поэтому останавливайтесь на трех сериях. Это будет девять рабочих подходов. Тренировка займет небольшое количество времени, но, повторяю, это самый, что ни на есть, бодибилдерский вид тренинга. Именно периодизация подключает к работе все типы мышечных волокон, разгружает эндокринную, центральную и другие системы организма. Придает мышцам 3D формы. И не забывайте, что наукой давно доказано, что окислительное мышечное волокно имеет такой же потенциал роста и увеличивается ровно настолько же, насколько увеличивается гликолитическое мышечное волокно. И не важно, как в композиции вашего тела распределяются мышечные волокна пропорционально. Это абсолютно не важно, потому что тренируя только гликолитические волокна, не затрагивая окислительные, вы обкрадываете сами себя. И по силе, и по массе, и, что самое главное, по выносливости. А все мы хотим быть не только большими и сильными, но спокойно подниматься на пятый этаж, спокойно выполнять ту или иную минимально аэробную работу и быть функциональными, как принято говорить. И поверьте мне, тренируясь подобным образом, вы разгружаете свою психику, вы разгружаете свою центральную нервную систему. Вы прогрессируете и уберегаете себя от травм. И что самое главное, по науке, вы даете своим миофеврилам целиком и полностью сформироваться, вырасти, окрепнуть. Это очень и очень важно. Друзья, спасибо, что смотрите меня. Ставьте палец вверх, если вам понравилось, если не понравилось, смело ставьте палец вниз. Но обязательно отпишитесь в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось. И еще очень важный момент. Если хотите не пропускать мои ролики, обязательно нажмите на колокольчик. Потому что по новым правилам YouTube, если вы этого не сделаете, вы можете пропустить следующий ролик. А я думаю, никто из вас, кто хочет грамотно тренироваться, не хочет пропускать мои новые ролики. По крайней мере, я на это надеюсь. И обязательно делитесь в соцсетях моими видеороликами. Заходите на мой сайт, вступайте в мою закрытую группу. Давайте вместе двигаться по этому прекрасному жизненному пути под названием Iron Religion. Помимо тренажерного зала, еще и играю в хоккей вратарем. Вы знаете, это очень и очень сложно. Постоянно сел, упал, встал, сел, упал, встал. Ноги закисляются очень быстро. И именно такие тренировки помогают мне находиться на пике выносливости. При этом объемы ног у меня не страдают. И опять-таки подключается периодизация. Вы знаете, что нет ничего лучше, чем периодизация. Да, друзья, не забывайте делать гиперэкстензии в конце вашего тренинга и заминку. Это очень и очень важно. Я хочу напомнить вам, что вышли в свет две мои друзья. Книги отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия факт фитнес. Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором. Если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться. Чтобы не навредить себе. И самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенька за ступенькой поднимались. Улучшая свое здоровье, качество своего тела. Друзья, не пропустите другие ролики из данной серии. Где мы с вами будем прокачивать на окислительные мышечные волокна наши ноги. Друзья, не пропустите другие ролики. Друзья, не пропустите другие ролики. Дайте и бейте вперед Широчайшие и трицепсы И грудные мышцы И грудные мышцы Как всегда в тренажерном зале Всем сухой мышечной массы И силы без травм Сухой мышечной массы